Сергей Наумов, Артём Шмельков работают для вас. Сергей, приветствую. Да, Артём, добрый вечер. Всем добрый вечер. Я думаю, что трудно не согласиться с моей коллегой. Это действительно культовое противостояние 21 века. Норвежки, да, за долгое время выступали, наверное, более стабильно, чем наша сборная. Но, тем не менее, последняя победа датирована именно России. А это были Олимпийские игры, это был полуфинал, после которого мы выиграли уже в финале у францужин. Да, многое изменилось с того времени, и в частности составы команды о многом поменялись. Тем не менее, Россия и Норвегия, это всегда интересно, это всегда захватывающе. Так будет, так было и так есть. Наверное, наш зритель, который не очень внимательно следил за ходом этого чемпионата мира, удивится. Как так? Так рано, на столь еще ранней стадии плей-офф одной четвертой финала схлестнулись Россия и Норвегия. Я объясняю очень коротко. Россия, которая проводит свою первую затяжную атаку в матче и проводит вполне удачно, но каким-то образом мяч выхватывает у Ксении Макеевой. Россия выиграла свою группу, а норвежки в последнем туре, уже зная, как параллельно Россия обыгрывала Дани и становилась первой, вдруг спустила на тормозах концовку встречи со Швецией и стала второй в группе. Пройдя 1-8 финала, норвежки довольно-таки прагматично через Испанию, а россиянки драматично через овертайм с Южной Кореи, они встречаются на вот этой стадии 1-4 финала. Уже обменялись двумя опасными моментами команды. Непонятно, как Ксении Макеевой там вроде мяч в руке к ней летел, но она его не поймала. И тут же контратака норвежской сборной, Братсон на завершении, но мяч попадает в штангу. Россия вновь в атаке. Наша задняя линия, следующее сочетание Ведехина. Ведехина, Дмитриевая Пунько. Так было, но приходится возвращаться назад. Самохин и Моногарова по краям. Виктория Калинина в ворота. Ксения Макеевна позиция линейного. Ну и наши соперницы сегодняшние, это действительно всезвездные. И главное, что потрясающе стабильная команда Норвегии. В задней линии у них начинает Стине Офтедал. Десятый номер Нуромерк, номер девять. Вероника Кристианцем, номер четвертый. Это тройка задней линии, которая практически не меняется на протяжении всего турнира. Определяет всю игру своей команды. И вот лишнее тому подтверждение. Счет открывает Нуромерк. Девятый номер, правый полусредний. По ростовым показателям очень похоже на нашу Анну Вехерю. Но по строению тела, по манере игры, это совершенно другая гонболистка. Ну и Катрин Лунде. Два сезона в Ростов-Доне. Двукратная олимпийская чемпионка. Чемпионка мира. Многократная чемпионка Европы. В воротах у своей команды начинает. Вообще вратарский дуэт потрясающе сильный у норвежек. Я думаю, что об этом у нас еще будет повод обязательно сказать. Ну и дополню, что состав сборной Норвегии в линии. У них кари-братцы номер 13. И края Камилла Хэром и Стине Скогра. Ошибается Мёрк в передаче. У нас может получиться контратака. Если бы вот это не ошибка Ведёхина. В игрока показывают французские рефери. И ответная контратака норвежек. И здесь нетрочная передача. На самом деле очень нервно проходит матч. Евгений Трифилов недоволен, конечно, в первую очередь действиями Полины Ведёхина при развитии контратаки. Просит девчат успокоиться. Наверное, да. Не нужно ввязываться с норвежками. Вот такой быстрый гонгол в беготню туда-сюда. Главное оружие, как Артем заметил, это трио задней линии. Мёрк, Офтедаль, Кристианцем. Они львину и долю мячей норвежской сборной забросили. Мёрк на данный момент вторая в списке бомбардиров. Но выйдет наверняка на первое место после сегодняшнего матча. Ничего страшного, если она улучшит свой индивидуальный показатель. Главное победить Норвегию сегодня и пройти в полуфинал. Небольшая поправка к нашему составу. У нас на правом краю, вопреки всем нашим ожиданиям, не Юлия Моногарова, а Анна Вяхерева. Начинает вообще номинально, по смыслу, всё-таки больше правый полусредний. Но в который уже раз подряд Анна Пунько, которая, ну прямо скажем, не сильно впечатляет по ходу всего турнира, начинает в старте, а Вяхерева отправляется на правый край. По-прежнему у нас даже ни одного ещё внятного броска по воротам соперниц не было. Блок Кари Брацетт работает в помощь Катрин Лунде. Продолжается российская атака. И вновь мяч отрисован Макеева. Она поцарапывает его и забивает. Но вот так, на 4,5 минуты понадобилась сборная России, чтобы забросить первый мяч в ворота Катрин Лунде. Да, не очень удобная передача от Пунько на Макееву. Тем не менее, Ксения успевает здесь, находясь между двумя норвежками, забрать мяч и бросить по воротам. Показывает Евгений Трифилов, да, что-то не так, что-то не идёт. Понятно, что очень много времени прошло сначала встречи, прежде чем мы поразили ворота норвежской сборной. С чего-то надо начинать. И хорошо, что так. 1-1 на табло. Мы судей не представили. Это пара близняшек, француженок, хорошо всем в гонбольном мире знакомой. Работавшая вплоть до олимпийского финала. Было это в Лондоне 2012. Жюли и Шарлотта Бонавентюра. Сегодня ответственны за судейские решения. По-прежнему мы видим скоростные перемещения норвежских гонболисток в задней линии. И здесь, к сожалению, Макеева наступает на 6-метровую линию. Отскок судей фиксирует на нарушение правил. Отскок их достается норвежкам. Они вновь в атаке. Виктория Калинина крупным планом на ваших экранах. Виктория Калинина, которая, прямо скажем, не помогла своей команде в матче с командой Кореи, получив прямую красную карточку за очень грубый фолл. И сегодня на ней, конечно, огромная ответственность. Камилла Херрер берёт на себя бросок. И ситуация, кстати, очень напоминает ту решающую, помните, атаку команды Норвегии при минимальном преимуществе России, когда та же Херрер против той же Калининой вышла на бросок и точно так же бросила мимо дальней штанги. Может быть, это хороший знак сегодня в четвертьфинальном матче чемпионата мира. По-прежнему 1-1. И здесь... Ошибается Малашенко. Малашенко вышел уже на замену. И у нас не одна она произошла, похоже. Малашенко отдавала передачу. И здесь очень здорово Херринг, да, по-моему, она была на перехвате. И здесь пенальти. Анна Вякерева идёт, страхует, помогает своему второму защитнику. Перестраивается под скины Офтедал. И основная разыгрывающая, смотрите, напрыжка. Два шага, обыгрыш между первым и вторым. И пенальти в наши ворота. Вот так ещё наводит Пунько на Вякереву соперниц. Тут такое двойное нарушение с нашей стороны. И пенальти от Нуры Мёрк. Вопережение, увы, попчалось до 4-метровой вот этой отметочки, до которой вратарь может выходить при 7-метровых пенальти. Попчалось вперёд Калинина. И в этот момент, в момент ещё и только её движение, безо всякой реакции, вратаря бросает Мёрк. Два мяча Нуры Мёрк против пока одного россиян. Россиянок в исполнении Ксении Макеевой. Дмитриевна Пунько. Пунько бьёт, но это очень легко для Кага Фринлунда и контратака норвежской сборной. Одна абсолютно Хэрем. И чёткая реализация Камиллы Хэрем. Основного левого края сборной Норвегии. Ну, здесь лёгкий бросок. Ну, абсолютно, да, бесхитростный бросок Пунько. Я думаю, сейчас несёт коррективы Евгений Трифилов. Он поменяет Анну Вяхерю, уберёт её с краю и выпустит на позицию левого полусреднего. Пока не остаётся, пока нет. Пока Пунько ждём. Честно говоря, трудно понять это упорство Евгения Трифилова с вводом в стартовый состав именно Анны Пунько, конечно же. Но у нас много технического брака. Ещё одна неточная передача. Семья Макеева была, естественно, в плотном контакте с центральным защитником и соперниц. И, видимо, ожидалось, что будет свисток. Вот хотя бы девятиметровый свободный выбросил мяч так, можно сказать, от вольного в сторону края. И свисток промолчал. Пока-то корректировку в защите. У меня с Евгений Трифилов поменял местами Дмитрия Пунько. Дмитрия вот сюда здесь против полусреднего должна была защищаться. Левого полусреднего норвежской сборной. В данном случае это была офтедаль. Но она забила хорошим опорным броском вот как раз Дмитриевой. 4-1. Многовато, многовато. Очень думающий игрок. И я думаю, что если она останется обороняться по этой позиции под углом бросков, она больше уже не позволит через себя произвести. Елизавета Малошенко на левом полусреднем. У нас 34-й номер. Даша Дмитриева по-прежнему в розыгрыше. Малошенко. Нет, но здесь такое скопление игроков обороны, что Малошенко, конечно, никакие обманные движения не поможет. Да, втроем тут ее сдерживают норвежки. Но атака россиянок продолжается. Пунько на фланг. Очень тяжело, очень тяжело отсюда забивать Вякирева. А другого ничего не остается. Ее на завершение выводят. И в Норвегии уже у наших ворот мертв смещается. И передача пенальти. Еще один пенальти за защиту в 6-метровой зоне назначается у наших ворот. Очень быстро сейчас перешли от обороны к атаке норвежки. И здесь, хотя мы вроде бы заняли свои места, но у своих ворот, тем не менее, вот братцы зарабатывают пенальти. Второй в этом матче для норвежской сборной. Ну и пенальти, как из автомата, бьет Нуромерк. Очень реально. Это реализует и, похоже, таким же образом, как и первые 7-метровые. Ну, все понятно. Норвежки пока предъявляют свои козыри. А именно вот это скоростное трио Офтедаль-Кристиансен, которое, в принципе, наверное, пока незаметно, но Офтедаль и Мёрк, конечно, солирует в атаке норвежской сборной. Ну и еще перестановку делает Трифилов. Вместо Вяхеревой, ну, по его, видимо, мнению, по мнению Трифилова, виновная в неудачном броске, хотя там передачу мы все видели, какую получила Вяхерева, вышла Юлия Моногарова. И Анна Пулько наконец-таки пробивает хоть что-то с задней линии. Тяжело нам мячи даются. Первый забросили, когда прошло 4,5 минуты. Вот уже 11-ая минута идет. Только второй мяч побывал в воротах норвежской сборной. Ну, все, что мы видим, это напоминает, конечно, очень сильно олимпийский финал 2008 года в Пекине, когда сразу норвежки убежали так, что достать было невозможно. В 12-й минуте тогда счетовало 7-1 или что-то там 8-2. Я тебе хочу сказать, еще не вечер. Далеко не вечер, да. Конечно, не стоит норвежек от автодельного забила 6-2. 4 мяча преимущества. Тут надо помнить о том, что у нас все-таки более равноценные замены. Более длинная скамейка запасных, как принято говорить в таких случаях. И вот мы видим, что Евгений Трифилов вносит коррективы. Вяхерева уходит на позицию правого полусреднего. Малошенко возвращается на позицию левого полусреднего. Дмитриева остается в розыбышах. Но, может быть, вы сейчас удивитесь, дорогие друзья, и мой коллега при портажу тоже, но я вот в качестве, может быть, такого ободряющего, даже если хотите, тоста. А давайте-ка за ВДВ. Вяхерева, Дмитриева, Вяхерева. А Вяхерева, Дмитриева, Ведехина. Ну вот, к сожалению, Аня ошибается в передаче на Ксении Макеева. А эта связочка очень здорово у нас работала, на самом деле, против Южной Кореи. Ни раз и ни два не доставляли неприятности азиатской сборной. Здесь, к сожалению, вот эта передача не проходит. И вновь контратака на наши ворота. Овцы, да, не жадничает, отдает на Мерку, которая скорость была получше, побыстрее и 7-2. Ну и надо отметить, как здорово в защите сыграла Вероника Кристиансина. Она просто ждала эту передачу Анны Вяхеревой именно в линию, именно на Макееву. Вместо Ксении в линию выходит наш самый опытный игрок на нижнего состава. Это Майя Петрова. Ну, может быть, главному тренеру сборной России стоит взять тайм-аут. Видно, что игра не складывается, не идет не по тому сценарию, который, наверное, разрабатывался на предматчевой установке. И пока мы видим лишь сборную Норвегии на площадке. Одна из героиней матча 1-8 против Кореи. Полина Ведехина, забросившая 9 мячей в ворота соперниц, бросала своим броском, который ей не раз приносил успех именно с Кореи. Ну, а сейчас просто Ведехина детскую ошибку допускает. Да. Вороника Кристианссон делает счет 8-2. Ну, наверное, все-таки аналогии не зря напросились у меня о Олимпиаде уже 9-летней давности, когда Норвегия стала чемпионом игр именно в финальном матче с командой России. Тогда еще Торир Хергейрсон был ассистентом Марио Бьеррик. Бьеррик, прошу прощения, из 2009 года он главный тренер сборной и олимпийский чемпион, и двукратный чемпион мира, и трехкратный чемпион Европы. У нас в розыгрыш вышла Аня Кончетова. Нет, здесь очень тяжело. Норвежки забороняются 6-0, следят внимательно за нашими линейными, и в данном случае за Петровой, и до этого за Макеевой. Предоставляет возможность атаковать с дальней и средней дистанции, но пока мы видели только хороший бросок Анны Пунько. Да, конечно, два заброшенных мяча почти к середине первого тайма. Топозатель крайне низкий. Кочетова на Ведехину. Обратная передача. Кочетова падает, и... Анна Кочетова наш капитан, и игрового времени получала на всем чемпионате мира очень немного, но выручала частенько реализации 7-метровых бросков. Но она, конечно, и Поляна, что называется, видит хорошо. Сейчас такой интересный мяч, можно сказать, даже не отдала, а просто передала в руки Майи Петровой. Продолжилась российская атака. Мы упорно пытаемся нагрузить мячом линейного. Но сейчас неожиданный очень бросок наносит Кочетова. Но это, на самом деле, конечно, подарок от Катрин Лунга. Вратарь ее уровня такие мячи пропускает раз за матч. Попомните мою зону. Что будет этот бросок. Явно не ожидала, как раз по повтору это видно. Катрин Лунга после двух периодов в Ростове вернулась на родину, где со своей сестрой-двойняшкой Кристин Лунга воссоединилась в клубе «Випперс Кристиан Санк». Мы видим российских болельщиков на трибуне в Магдебурге. Гетек-арена, которая, кстати говоря, была построена в год чемпионата мира, который предыдущий женский Германия проводила в 97-м году. Эта арена была построена. Правда, чемпионат мира тот в 20-летней давности не принимала. Ошибаются норвежки. Это не обработала Стин Искогранд на краю передачу. У нас еще один игрок в атаке. Наверное, сейчас уйдет, поменяется. Карина Сабирова. Да, а так оглянулась на скамейку. Видимо, далее ей сигнал, что можно остаться в атаку. Карина Сабирова на левом полусреднем в центре. Задняя линия Анна Кочетова и Вяхерева на правом полусреднем. Моногарова, Самохина, края. Края совершенно у нас не задействованы. Мы не даем туда передачи. Мы не даем туда передачи. Одна прошла на Вяхереву, но там очень острый угол был для обстрела. Молодец. Наш капитан второй мяч забивает подряд. 8-4. Уже полегче. Уже полегче. А вот это уже из фирменного арсенала Анны Кочетовой. По бедру соперницы-защитницы. Очень плохо видно вратарю. Момент броска. Еще же она так переводит. За корпус защитника заворачивает мяч. Вратарю крайне сложно. Браво, браво, Анна Кочетов. Очень техничный бросок. Офтедаль на Кристиансен. И Мёрк справа от Офтедаль. Вот ей идет сейчас передача. Пошло движение у норвежек. Мёрк. Скидка на Кристиансен. Та направо. Дальше Офтедаль. Сейчас очень неплохо вращите. Да, да, да. И хорошо. Здорово стояли. И в контратаке, правда, наверное, не получится. Потому что норвежки здорово бегут к своим воротам. Обратно хочется уже на площадке. Будет бить. Да. Но попадает в штангу. Отскок наш. Ой. Еще один отскок. Браво. Браво. Молодцы. Как доработали. В линии остались. Прочувствовали. Майя Петрова, Ксения Макеева. И тайм-аут. Смотрите. Торир Хергейрсон первым в матче берет тайм-аут. Три мяча подряд российской сборной. То есть Евгений Трифьёнов решил, вы должны сами себя перебороть. Я не буду брать минутную паузу, даже если игра не получается. Вот сами все сделайте на площадке. Ну что ж, молодцы, девчата. Да. До коренного перелома еще, конечно, далеко. Тем не менее, сдвиг лучшим есть. Торир Хергейрсон. Его тайм-аут. Между прочим, кавалер ордена. Королевского норвежского ордена за заслуги. При том, что сам он исландец. Ну, гибно сыграет сборная России в позиционном нападении. Про Анну Кочетову хочу сказать персонально. 30-летний игрок очень опытный, который верой и правдой тащил на себе временами команду Волгоградского Динамо. Приносил многочисленные чемпионства в России. Но со сборной никак не складывались. Отношения и с Трифиловым личные, и травмы, и даже ДТП, я помню, было очень неприятное, которое тоже на здоровье отразилось Анной. Но вот стала мамой и поехала на свой первый чемпионат мира в 30 лет. Малышка дома, конечно же, с близкими. И можно представить, насколько важен этот сам по себе турнир для Анны Кочетовой. Понятно, что в контексте сборной России, но для нее лично. Муромерк только что была на ваших экранах. Крупным планом она же наносила бросок. Успели мы ей помешать. Ковстедаль по центру. Кристиансен на Мерк. Передача. Нет, сама Кристиансен идет. Бьет пока неплохо. Пока неплохо. Молодцы. Просто молодцы. Вот сейчас вот эта конструкция оборонительная. Да, 6-0 с небольшим выходом. Мы видим, как то Макеева, то Петрова выходит против игроков задней линии. Работает неплохо. Мерк. Мимо. Просто в молоко. До свидания. Ну-ка, мы попробуем. Зачем? 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 Ой-ой-ой, да. Непонятно. Там заранее ушел, поменялся игрок на вратаря обратно. Катрин Лунде была в воротах. Ну, непонятно. Я тоже не могу понять, что она хотела сделать. То ли Самохиной передачу на ход, то ли бросала по воротам. Ну что ж, 8-5. Хотя подержали бы чуть-чуть мяч. Просто сбегали бы к воротам норвежской сборной. И выстроили бы в позиционной атаке, было бы, конечно, опаснее. Но молодец. Вика исправляет свою же ошибку. Еще одна передача. Прям в руки Самохиной. Забивай. 8-6. Браво. Вика. Классный пас в отрыв. Но Юдаша выловила передачу. И так породисто. Добавив шагов еще так. Пошире их сделав. Посмотрите. Да, шикарный просто пас. Тютелька в тютельку. И Самохина здесь здорово завершает. А я напомню, что Дарья Самохина, воспитанница Тольятинской школы, гандбола, дебютирующая в главную сборную на Европе год назад, сейчас совершенно по-другому. Намного увереннее выглядит. И не случайно является лучшим бомбардиром сборной России. Их обидно, как между ног у Калинина мяч пролетает. Но норвежцы долго не забивали. Цифра 8 на цифру 9 сменилась у них где-то через минут 5, если не больше. Почтавые, к сожалению, попадают сюда в глаз. Будем надеяться, что... Да, неприятно. Но, тем не менее, хотелось бы, чтобы Паня осталась на площадке. Она как раз сейчас тот лидер команды, который именно нужен, который должен был успокоить девушек. Более молодых, менее опытных. Сабирова слева, Вяхерева справа от Кочетовой. В линии Петрова по краям Самохина и Моногарова, которые совсем пока не видно. Кочетова хрестящий. Вторым таким же приемом опорным из-под игрока. Как здорово. Только тогда мяч шел вниз, а сейчас он даже по восходящей траектории. Как она доработала кистью снизу вверх. Просто потрясающе. Какое исполнение. И смотрите, уже... Да. Третий раз через Кари Братцет проходит ее бросок. Кари Братцет на этом турнире основной линейный. При том, что есть в составе живая и здоровая Хайди Лёке. Но Лёке, может быть, уже не в лучших кондициях. Совсем недавно, летом, она стала мамой. Во второй раз. И поехала на чемпионат мира. Собственно, к нему очень целенаправленно готовилась еще с лета. Буквально через месяц после рождения ребенка уже возобновила тренировки. Но Норвегита подустала. В первую очередь, ее атакующая задняя линия. Офта Дальмёрка упас на фланг. К сожалению, там Самохина... Как на руку вышла! Самохина не доработала. Убежала раньше времени в контратаку. Огорила фланг. Ну, блестяще сыграла Калинина. Блестяще. Нам показывают, что всего три спасения у Вики Калининой с начала матча. Но просто последний отрезок настолько ярко она провела, что... Молодец, молодец. Просто подтянула команду в нужный момент. И всего лишь два мяча преимущество на этот момент встречи у соперниц. Моногарова просто о своем существовании на площадке напоминает передачу ей отдала Вяхерева. Обратный пас и... К сожалению, это портный бросок. На сей раз Вяхеревой, но он даже не все пропускать, да? Все-таки колкиперы очень опытные. Кстати, лучшие в процентном отношении по отраженным броскам здесь, по итогам предыдущих матчей. Так они вдвоем, скорее, Олли Гримсбю, партнерши по ремеслу. Они обе лучшие. Ну, Гримсбю не так часто мы видим на площадку, во всяком случае, в решающих матчах. Ох ты, да. А вот и замены пошли. И понимает Тарел Фергейерсон, что нужно менять своих лидеров. Ой-ой-ой, ну точно сыграя, и как... Все правильно по замыслу, но... Может быть, нужно было без Карины Сабировой просто отдавать сразу Носомохину. Но и перестраховалась, к сожалению, Дарья Дмитриевна. Я совершенно прав этот промежуточный пас, он, наверное, был лишним. Тем не менее, по смыслу, конечно, Сабирова все правильно делала. Но вот передача не хватила точности. К сожалению, хороший контратак у нас пропал. На ногах Евгений Трифилов. На скамейке своей команды Хергейерсон советуется с ней Хермерсон Хёгдаль. Это легендарный игрок сборной Швеции. Ну, а здесь атака все тех же. Офтедал и Мёрк. Мы говорили, да, о том, что вместо Кристианска вышла Эмили Хек Арнсен. Но я думаю, что это эпизодическая роль для третьего номера норвежской команды. А здесь, вот посмотрите, между вторым и третьим, между Сабировой и Макеевой. Ныряет вперед Мёрк. И не только зарабатывает 7 метров, но и 2 минуты для Ксении Макеевой тоже привозит. Ирина Уткина у нас появляется в воротах. Офтедаль бьет и переигрывает Уткину. 10-7 становится счет. Вот как тут, опять же, не вспомнить эту контратаку предыдущую нашей сборной, когда неточные передачи, к сожалению, позволили уже атаковать норвежкам. И в своей позиционной атаке они получили право на пенальчик, который реализовал Офтедаль. Ну ничего, три мяча проигрываем пока. Вяхерева, Кочетова, Сабирова по-прежнему в задней линии без изменений. Нагарова, Самохина по краям. Без линейного играем. В меньшинстве Сабирова на Самохину. Та смещается с фланга, отдает Кочетовой. Хорошее движение, но пока норвежки внимательно следят за нашими игроками. Вяхерева идет вперед и получает право на 9-метровый свободный. Да, мы не должны спешить с атакой по той простой причине, что играем в меньшинстве. Сабирова на Вяхереву. Попробуй, Ань. Ну, ну, ну. А на Вяхерева пока никак не проявляет. А там не защита в 6-метровой зоне-то была. Давайте посмотрим на повторе, что там было-то. Нет, защиты в 6-метровой зоне не было. Но Ана Вяхерева свои незаурядные индивидуальные качества пока не проявляет. К сожалению, вот эта знаменитая напрыжка и уход в любую сторону, что вправо, что влево, пока не удается через Офтедаль проатаковать. Так, бросок Сабировой на поднятых вверх руках арбитров, которые развещали о том, что они считают пассивным атаку сборной России. На самом деле неплохо. Мы провели время у ворот норвежской сборной. Во всяком случае, почти минуту, даже чуть побольше отыграли в меньшинстве. Процент эффективности бросков нам показывает. Значительно он лучше у норвежской команды. Ух, какая прорезка! И своевременный пас Офтедал на Нур-Умерк. 11-7 опять отпускаем соперниц. Сергей, вот вы знаете, что Нур-Умерк вполне могла и не поехать на чемпионат. Рассказываю историю. Незадолго до мирового чемпионата настоящий скандал случился. Вынесены на первой странице и прессы. Все норвежские, причем не только спортивные. Вскрыли телефон. Нур-Умерк и личные фотографии, личную переписку выложили в сетях. И у нее была настоящая депрессия, настоящий психологический спад. И она всерьез подумала, как потом признавалась о том, чтобы попросить тренера на чемпионат мира ее не вызывать. Но потом она совершила смелый поступок, пришла в эфир одного из телеканалов и все, как есть, рассказала. Поплакала, причем на всю Норвегию, можно сказать, выплакалась. И ее поддержали. Ее, конечно, тут же поддержали все, не только партнеры поспорные. Так что криминального в этой переписке было? Не криминального, просто личные фотографии. Есть, конечно, и весьма пикантное содержание. Но она молодец. Она показала себя сильной личностью. И вот она, посмотрите, в каком порядке девятый номер сборной Норвегии. 11-7. Скандинавки впереди. Мерк опять играет активно. Тут же передача. Здесь просто вот Хэйди Лёке, опытнейший Хэйди Лёке, признававшийся, в частности, на чемпионате мира 2011 года в Бразилии лучшим линейным. Сейчас не так много времени получает игрового на площадке, но по-прежнему востребованным. Ну, Лёке саркастически улыбается. По ее мнению, она считает, что был пенальти. Ну, она правильно считает, потому что там была действительно защита. Ну, я на самом деле, опять же вспоминаю этот момент Свяхерева. Я все-таки склонен полагать, что там был. Семиметровая защита присутствовала в шестиметровой зоне. Но это уже момент прошлого. Пока мы уже проигрываем пять мячей. Да, да. Та самая наша командная контратака, командный переход, который завершился, увы, потерей. Неточным пасом Сабировой на Самохину. И вот три мяча нам показывают, что три мяча подряд с тех пор Норвегия забила. И опять комфортно ведет в счете с разницей. Ой-ой-ой-ой. Самохины разбили брошь. Юлия Маркова вышла вместо Дарьи Самохиной на левый край. Кстати, перед этим матчем второй заменой воспользовался наш тренерский штаб. Вернули в заявку Екатерину Ильину, которая получила травму неприятную в матче с командой Дании. В последнем матче в группе вернулась Ильина в заявку. А заявили правого края Анастасию Махину. Сабирова теряет мяч в передаче на Ведехину. Но, к сожалению, мы вновь вынуждены обороняться. Не спеша, не спеша норвежские расставляются по местам. Арнцент. Офтедаль Мёрк. Кристианцы нашла на сканиночку запасных отдохнуть. Офтедаль Мёрк. Ну и посмотрите, что делает. Она просто стоит, не двигаясь. Всю атаку, пока там гоняли мяч по задней линии. Это Хадди Лёке. И только, только один шажочек стоило сделать, сцабирует в сторону. Она разворачивается в сторону Мёрк и получает передачу. Опытнейшая Хадди Лёке. Я думаю, что это даже не Хадди Лёке. Это, скорее всего, опытнейший Мора Мёрк. В свои 26, да, если не ошибаюсь. Шикарная передача. У них эта связка, кстати, наигрывалась вот в матче с Испанией. Что значит наигрывалась? Тогда, так же, когда Лёке выходила на площадку, Мёрк часто делала ей передачи. Но тогда они были неточны. И сейчас передача точная была. А сейчас мы просто с потолка получаем 2 минуты удаления за неправильную замену. Видимо, вот так удаление. Просто из-за недостатка четкости исполнения процедуры замены. Которая должна быть, конечно, как часы от лавы. А опять вспоминаем момент, когда у нас была хорошая контратака. Сабирова ошибается в передаче на Самохину. И вот с этого момента опять разладилась игра сборной России. Не знаю, почему мы так волнообразно играем. То хорошо, то отвратительно. Да как почему? Потому что женщины это, наши любимые, неповторимые девчонки. 5 олимпийских чемпионов в этом составе. 5 олимпийских чемпионов Рио-2016. Ксения Макеева на площадку выходит в линию. Но это, кстати говоря, достаточно непривычно. Почему? Потому что, как правило, без номинального линейного наши в немчинстве атакуют Анна Вяхерева. Неудачный бросок практически над головой ООО Лунде. И тут же, тут же быстрейший переход норвежьи. То, на чем они ловят всех и всегда. Еще раз работает. Ну, опять же, мы не забиваем, нас не прощают. Закон всех игровых видов спорта. Не забьешь ты, забьют тебе. Но он и сейчас сработал. Кунько возвращается на позицию правого полусреднего. Дмитриев розыгрыша. Ведехина сейчас с мячом. Нас, получается, нет на левом краю никого. Кунько. Ведехина. Ну, вроде бы неплохо, да. Вот идет такое движение хорошее. Тяжелый мяч забивает Дмитриева. Да, прерывает нашу сухую серию. Дарья Дмитриева свой первый мяч забивает за две минуты до конца первого тайма. Даша, конечно, умеет подобные вещи исполнять. Но вот мы смотрим на табло. 14-8 уступает сборная России. Вроде бы не так страшно. Но, на самом деле, это то же самое, что было в начале, когда мы 8-2 проигрывали. Те же шесть мячей. Только уже первый тайм позади. Мерк вновь очередной свой мяч забивает. Я затрудняюсь сказать, какой подсчет. То ли шестой, то ли седьмой. Да, здесь, конечно, у нас образуется из-за того, что мы играем в меньшинстве. Дырки в шестой мяч. Дырки в обороне есть. В полном составе сборная России. Сабирова выходит у нас на фланг Ильина. Сабирова в центре, да. Екатерина Ильина в качестве левого края. Ей, в общем-то, ну, по крайней мере, в сборной к этому не привыкать. Екатерина Ильина, напомню, была возвращена в заявку российской команды перед этим матчем. Моногарову состоялась, конечно, наша взрывная, динамитная правая крайняя. Совершенно не используем, опять же, мы сделаем этом акцент. Не используются наши края. Последняя минута. У нас уже полный состав. Витехина, ну, как же так? Ну, сколько же будет ошибок? А, на наше счастье, там успела прозвучать сирена на перерыв. На тайм-аут, наверное, не думал, что такая может быть потеря Евгения Трифилова, когда к этой сигнальной кнопке направлялся. Я ничего тебе выпустил. Ты что, с руками ты там нарезаешь? Где твои носки? Стерва. Один раз. Сейчас выходишь оттуда. Один на один. Поделись на доньку поделись. Он отеляся со своими ногами. Когда Витехина могла сыграть на совершенно свободную Макееву, никто рядом с Ксенией не оказался, и, тем не менее, передача не последовала. Ну, да ладно. Витехина. Нет, не дает ей пробить. Здесь Тристианцы, играя в защите, аккуратно и в то же время вяжет Витехина. Не давай, кто и выкину ударную позицию. Но Витехина с мячом будет бить. Вот сейчас здорово. Ой-ой-ой-ой-ой. Куда, куда Ксения Макеева бьет? Рядом в радиусе метра никого нет. Была возможность оценить спокойненько обстановку, но... Спокойненько не получается. Спокойненько, да. Декрафт не получилось. Итак, последняя атака первого тайма, очевидно, за командой Норвегии. 15 секунд до перерыва. Арнсен, Мёрк и Офтедал. Тут еще и Лёхи в глубокую дубу заворачивает. Теряет мяч Мёрк. Наш, наш будет мяч, но до броска дело не дойдет. Ну, может, и бросим отсюда. Нет, не успеваем все равно. Да. Далеко неоднозначный, конечно, первый тайм. Мы видели в исполнении сборной России. Где-то с 12-й, да, по какую-то 20-ю минуту, что ли, мы отыграли неплохо. А вот начало и концовку тайма, конечно, провалили. Это уже превратилось только в воспоминание, потому что концовка указывает нам на счет. 15 из 15 командных голов. Вот вам и вся разница. Плюс еще 50-процентный показатель надежности хорошей нашей давней знакомой Катрина Лунда. Итак, игра взобновилась. Да, перечисленная Артемом Трио в задней линии по-прежнему норвежской сборной. По краям здесь произошли замены. Выходит Аманда Куртович на правый фланг. Вот она сейчас с мячом. На левом сейчас Санна Сольда. Росок хорошо играет Калинина. Заряжена. Всегда Вика заряжена на быстрое начало. Сейчас, увы, этого сделать не удалось. Нет. И Вяхерева. Вяхерева пятый бросок сегодня и по-прежнему по нулям. Дарья Дмитриева хороший перехват. Но и теперь-то уже забить. Наконец. Но теперь забивает. С шестой попытки Анна Вяхерева пробивает свою сегодняшнюю Днепруху. Тяжело нам даются голы. Конечно, и здесь тоже передача Дмитриевой не совсем идеальной была. Но, тем не менее, Вяхерева мяч поймала и все-таки забила. Не в предыдущей нашей контратаке, а вот сейчас. 15-9. Ну, начали. Ну, вроде неплохо. Отмечаем еще раз очень надежный групп Калининой, которая справилась с броском Офтедаль. Куртович на Мерке, и здесь мы выпускаем в линию Братцетт. Дарья Братцетт, да, линейная норвежской команды, четко открывается под передачу. Нур и Мерк. Вяки ее завязывают. Дарья Дмитриева выцарапывает. Это отскочивший мяч. Итак, у нас задняя линия. Всего лишь из двух игроков. Витехина, Дмитриева. Два линейных. Это Майя Петрова и Ксения Макеева. Юлия Моногарова на правой бровке, на левой. Нам не видно, но предположу, что все-таки самофина вернулась. На площадку! Неправильный заслон Майи Петровой показывает французская рефери. Мерк. Передача. И Офтедаль. А здесь пенальти. Здесь 7-метровый бросок. И продолжает эффективно работать та самая задняя линия норвежской команды. Стина Офтедаль в данном случае зарабатывает пенальти. А исполнять его будет Нуромер. И снова на опережение реакции. Без промаха бьет. Сегодня она 7-метровая. И вообще в прекрасной конечной форме находится 9-й номер на сборной Норвегии. Она уже выходит в лидеры в списке бомбардиров. Опередив польку Каролину Кудлач-Глотц. Сегодня ее опередила в предыдущем четверкциональном матче Чешка Ивета Лузумова. Но сейчас нам не до бомбардировских свершений. Анна Вякирева вновь берет на себя и вновь бросает очень-очень слабо. И, конечно, легкая добыча это для опытнейшей Катрин Лунды. Молодец. Калинина очень близко подходит к линейной сопернице. И ей в живот попадает этот мяч после броска норвежки. Да, братцы. Атакует. А если мы не будем забивать, нам очень тяжело возвращаться назад. Потому что у нас такой тяжелый, я бы назвал его, состав. Причем с двумя линейными. С Петровой. Да, еще точно. Больше с Макеевой. Вероника Кристианцин третий свой мяч забивает сегодня. И здесь потеря. Потеря Дарья Самохина. Да, конечно, в контакте с соперницей. Но без каких-то действительно явных нарушений оказывается на полу. Ну и Аманда Куртович. Еще один очень опытный игрок. Держится в тени. Когда есть такая, конечно, совершенно ультрадинамитная Мерк, то ей можно и присесть на лавку. Но здесь она на острие отрыва. И десяти мячей достигает преимущество сборной Норвегии уже в самом дебюте. Форменный разгром на сей момент для сборной России. Мы по-прежнему играем с двумя линейными. Не меняя состав Евгения Трефилова. Хотя, наверное, рокировки кое-какие напрашиваются. Вяхерева по-прежнему у нас на позиции лево-полусреднего бросок Дмитриева. И как все здорово читает Катрина Лунда, безусловно. Ну, в данном случае, наверное, это тот момент, когда можно упомянуть возраст женщины. Лунда, на всякий случай, 37. И она в полном порядке. В полном порядке. Я уж не знаю, сейчас сколько процентов. Ну, точно за 50 отраженных бросков. Было за 50 еще в первом тайме. А сейчас мы забили за 5 минут только один. И сколько спасений вратаря. Вы все видели. Браво, Елена Уткина. Она сменила уже, по-моему, третью атаку норвежек. Она в рамке наших ворот отражает мяч от крестьянцев. Ну и как же они цепко работают в защите. Даже Юркая, всегда настырная Юлия Моногарова, не смогла просочиться мимо Офтедал. Ну вот пошли у нас замены. Выходит Сабирова вместо одной из линейных. Вместо Ксении Макеевой. Тарина Сабирова по центру задней линии. Слева от нее Дмитрия. Справа Вяхерева. Передача. Передача опять же закрытому игроку. Посмотрите, рядом с Петровой сразу две норвежки. Оказывается, в такой ситуации очень тяжело развернуться. Низкий бросок Моногарова на Макееву. Сабирова куда? Мы упираемся. Упираемся в защиту норвежской сборной здесь. Ай, какие молодцы. И можно играть, показывает француженка. Укоризненный, естественно, взгляд Моногаровой. А что там было, разобраться сложно. Какой мяч сложный берет Елена Уткина. В ближнем углу, ногой внизу. Здесь перетягивает на себя Сабирова. И снова пас на Моногарову. Ну и, наконец, пробита эта наша серия неудачных атак. Юлия Моногарова. Первый гол сегодня. Мы уже, видимо, не посмотрим тот момент, когда мяч каким-то волшебным образом выпал из руки Моногаровой. Мяч Елена увидит. Ну, сейчас вроде бы хорошо довели до фланга. И без помех завершению Моногаровой. 19-10. Конечно, очень будет тяжело. Норвежки в атаке. Офтедаль бросает, попадает в ближний Уткиный угол, который она надеялась на блок. Но блок там не оказалось. Ну, какая же реакция должна быть по ушам Моногаровой. Да, вот так, хлестом, страшным Офтедаль застает врасплох и защитника, и вратаря. Красивые для Норвегии и ужасающие для нас цифры. 20-10, да. Юлия Маркова. Говорил я, что там Самохина. Нет, Юлия Маркова. Нет, она была там, была, но ее поменяли. Самохину поменяли. И еще одна потеря. Сколько же у нас технического брака, сколько неточных передач. Куртович остановится. Норвежки, им-то уж точно, Резонов спешить нет. Христианск с мячом, да. Я не думаю, ты скажешь, что они остановятся. Да нет, они здорово бегут, они хорошо готовы физически. И не могу это сказать про нашу сборную. Но сегодня мы выглядим тяжеловато. Возможно, это последствия поединка против Южной Кореи, когда пришлось играть дополнительное время. Матч 1-8 финала против Испании для Норвегии сложился наилучшим образом. Было затрачено мало сил. В общем, Испания, это не та команда, что была лет, наверное, 10 назад. Явно уже не один из лидеров мирового гонбола. Поэтому норвежки очень легко их обыграли. Ну, Румерк, очередной мяч под перекладину между Рукуткиной. Влетает в голову нашего рота. И мы опять совершаем потерю. Опять норвежки бегут, они на кураже. У них все получается. Доводит мяч до фланга. Куртович забивает 22-й мяч норвежской сборной. Не берет тайм-аут Евгений Трефилов. Считая, что в этом нет необходимости. Ни в одном из четвертьфинальных уже состоявшихся поединков, а наш мяч, он последний из четвертьфиналов, ни в одном и близко не было такого разрыва в счете, такой пропасти. Причем самое любопытное, что именно четвертьфинал Норвегии-Россия считался наиболее упорным, да, изначально, что он будет таким. Действующие олимпийские чемпионки против действующих чемпионок мира и Европы. А счет на табло вы видите. Подбор Моногаровой и тоже мяч улетает куда-то далеко за ворота. Да, Лунда, конечно, просто великолепна сегодня, как и вся, впрочем, ее команда. Это, наверное, нужно отдать данное уважение норвежкам, которые очень здорово настроились на сегодняшний матч. И у них, если не все получается, то очень много. Вспоминаются слова Муры Мёрк, которые она сказала сразу после победы над Испанией. И сказала, что мы ждали этой встречи, нам очень хочется встретиться с Россией как можно скорее. Может быть, это все последствия того драматичнейшего полуфинала Олимпиады, но на самом деле буквально через несколько месяцев после той встречи в Рио, для всех очень памятный, был матч на чемпионате Европы в группе, когда россиянки уступили с разницей в два мяча. Но, видимо, того реванша этим кровожатым норвежкам оказалось мало. Вот сегодня мы видим двукратное преимущество в счете норвежской сборной над нашими лучшими гонболистками на 40-й минуте матча. Офтедаль, Кристиансен и Мёрк, они практически не уходят с площадки. Был момент в первом тайме, когда подменял Кристиансен Арнцен. Атака шланга, ее завершает Сульберг. Санна Сульберг, очень сложная была у нее позиция, и тем не менее она сумела найти лазейку для мяча у ближней штанги. В задней линии у российской команды вновь Полина Ведехина, также Карина Савирова и Дарья Дмитриева. Убрал с площадки Вяхи у Евгений Трифилов. Сейчас без левши наши в позиционной атаке Ксения Макеева вместо Майи Петровой Великой. Ведехина на Савирову, бросок и да. Ну, просто сумасшедший гонбол показывает вратарь всей Норвегии Катрин Лунде. И просто на спинах, образцово-показательно, разбежавшись и выпрыгнув, стены Бреда Офтедал забивает еще и еще. Ну, а нам показывают Полину Ведехину, у которой случилась травма в первом тайме. Рассекли бровь в одном из эпизодов. Дарья Самохина, простите, да. В одном из эпизодов рассекли бровь, но вот этот пластик на этом месте. По центру тяжело пробиться. Савирова пробует это сделать и меняется местами. Савирова с Ведехиной Дмитриева бросает. Такое впечатление, что она заранее знает, я про Катрин Лунде, куда полетит мяч. А почему же нет-то? Все время двумя руками, все время двумя руками парирует наши броски. Ну, во-первых, человек готовится сумасшедшим образом. Во-вторых, была партнершей на протяжении двух лет сразу пяти игроков. Ну, не Дмитриевой же, которая сейчас атаковала. Ну, а против Дмитриевой сколько она в рамках чемпионата России сыграла? Ну, одно дело официальная игра, другое дело, я с тобой, конечно, соглашусь, что на тренировках она хорошо изучила манеру бросков на ростовчанах и теперь этим пользуется. Конечно, у нее богатый опыт, это тоже немаловажно. Мы говорили о провале в начале встречи, два гола за 12 минут. Сейчас мы видим то же самое, ну, или почти то же самое. Три гола за все те же 12 стартовых минут тайма. И, ну, на табло просто не хочется смотреть, хочется зажмолиться, честно говоря, от этого цифирного ужаса. Мы стараемся играть быстро, у нас но есть замены пошли. Выходит Малошенко, выходит Ильина. Сабирова остается, Дмитриева остается. Макеева за спинами норвежек тянет вверх руки. Ей адресуется все-таки передача, забивает Ксения. Ну, сейчас мяч чисто отобрали. Бьет Малошенко, опять же, мяч лепит прямо в Катрин Лунде. Как только не тасовал сегодня задняя линия Евгений Трифилов, но никакое сочетание не работает. Те, кто не играл на этой позиции, как Дмитриева на правом полусреднем, мало совсем выходившая Малошенко. Тоже получает свой шанс. Но вы видите, что абсолютно разбита вся игра сборной России, а Норвегия все куражится и получает удовольствие от реванша. Вроде бы простейшая для Сабировой ситуация. Закрыто Макеева, нет ей следует передача, хотя совершенно напрашивался паста свободная Дмитриева, которая находилась справа от Сабирова. Вот таких ошибок у нас вагон и маленькая тележка в сегодняшнем четвертьфинале, и отсюда и цифры на табло. 25-12 в пользу сборной Норвегии. Мы стараемся, безусловно, мы стараемся, это видно, перемещаемся. Вот сейчас хорошо сыграли на Макееву, на Ксению Макееву, которая забила, но отдельные эпизоды они игру не делают. К сожалению, такой целостности нет. Пас скрытый, не глядя, отдавал Сабирову, но, к сожалению, сколько ошибок. На этом фоне редкие заброшенные мячи, конечно, совершенно не выправляют общей картиной. В Хайделоке вместо Братсон появляется в линии у Норвегии. Мёрк на Офтедаль. Они, ну, словно и не устали. Почему же они должны уставать-то? Готовы они? Сумасшедшим образом готовы. Ну, на самом деле, вот перед матчем Анталью, Тарил Фергейерсон в беседе с норвежскими журналистами говорил, да, он прекрасно понимает, что это трио у него ударное, что они проводят львиную долю игрового времени на площадках, и на площадке им нужно давать отдых. Но сегодня получается, что они не отдыхают. А вот наше ударное трио сегодня уже проявило себя очень слабо. Полина Ведёхина, Дарья Дмитриева, Анна Вяхирева. И, кстати говоря, сейчас ни Дмитриева, ни Вяхирева мы на площадке не видим. Да и Ведёхина тоже нет. Да, всех трёх убрал с площадки Евгений Трефилов. Я хочу напомнить такую общую картину, что ли, противостояние России и Норвегии для тех, кто с уропатриотическими лозунгами и настроями подходил к этой игре, что, начиная с Олимпиады 2012 года в Лондоне, все большие турниры, если брать их результат итоговый, то у Норвегии четыре золотые медали. Одна олимпийская золотая, соответственно, в Лондоне две на чемпионате Европы и одна на чемпионате мира. А у России одно золото. Золото, конечно, для нас бесценное. Золото Рио-де-Жанейро. То есть расклад, я думаю, сил понятен. Норвежки – это всё-таки доминант всех последних лет на всех возможных больших турнирах. И четвертофинальная стадия. О её, как камне преткновения, мы говорили ещё на самом старте этого турнира. Вспоминали два года назад, как поступились на Польше, когда расклад сил как раз был в нашу пользу. Мы вспоминали бразильский чемпионат мира 2011 года и поражение от команды Франции. Да, с тех пор, как сборная России выиграла мир в последний раз в 2009 году, выше четвертьфинала сборная России не поднималась. И, увы, этот, конечно, уже факт не поднимется и здесь. Да, мы по-прежнему ошибаемся в передачах. Играем не то, что должны играть. Много ошибок. Ну и вот уходит с площадки Татри Молунда и в воротах сборных Норвегии мы увидим Карри Олдегримсга. Карри Олдегримсга, так же, как и Лунда, двукратный олимпийский чемпион Пекина и Лондона. Ну, в общем, там все в порядке. Опытнейшая Лунда, на пять лет ее младше Карри Олдегримсга, но она и пятикратный, только вдумайтесь, пятикратный чемпион Европы и чемпион мира, так же, как и Херем, и Локи, и Офтедал, двукратный. То есть там трофеев уйма просто. И, конечно, просто сняли Катри Молунду, чтобы не портить ей заоблачный, феноменальный просто процент отражений в сегодняшнем матче. Может быть, он у Гримсби не будет столь хорош, но, может быть, уверен, что эти оставшиеся 12 минут она отработает на уровне. У нас замена вновь выходит на площадку Анны Кочетова. Ее появление, на самом деле, в первом тайме вызвало позитивный сдвиг в игре. А мы уже давным-давно сбились на индивидуальную игру. У нас никаких командных действий впереди не получается. Кочетова, и опять же, что мы пробуем, вот здесь по центру прорваться, пытается там Ксения Макеева освободиться без мяча. Ее за это стоит похвалить, она активно работает. Бросок Кочетовой выше ворот. Выше ворот, а ну-ка, я, как и остальные, спешим назад, занимаюсь в свои места, но Норвегия уже не так быстро бежит вперед. Норвегия все-таки все-таки... Ну, я думаю, что сейчас уже указания от тарелок Хергейрсона пошли с прицелом на будущее, уже на полуфиналах. Тоже же опытный тренер. Сколько медалей в Норвегии принялся? Поэтому он уже смотрит в полуфинал против Голландии. В Голландии, да. Здесь, я думаю, что будет наигрывать какие-то варианты. С двух ног, так по-мужски, куражись, кажется. Вероника Кристианссон забивает еще один мяч. А мы еще один теряем. Мы просто разваливаемся и, ну, конечно, это прозвучит обидно для наших девушек, но сегодня настолько слабое сопротивление такому сопернику, что сборная России выглядит как заштатный соперник по группе для Норвегии, а никак не претендент на что-то большое на мире. Ну, мне кажется, очень правильно. На самом деле, игра проиграна, сражение проиграно. И ничего не остается, как просто за свою честь, именно чтобы посражаться. Ну, вот Добровольцев нашел Трифилов. Давай указания, и мы это прекрасно улучшили. Евгений Трифилов в первую очередь требовал от своих подопечных самоотдачу. Самоотдачу, чтобы, несмотря на счет, все-таки показать, что мы не кто-нибудь олимпийский чемпионка Рио-де-Жанейро. И Норвегию обыгрываем в своей истории. Кстати, норвежцы большие молодцы. В отличие от нас, там к своей гонбольной истории относятся очень трепетно. И вот посчитано у них, скрупулезно посчитано, причем вплоть до товарищеских матчей. 89 игр было между Норвегией и Россией за всю историю. Ну, это с учетом, конечно же, и Советского Союза. Так вот, представьте, из 89 игр 41 победа России-СССР и 40 побед Норвегии. И вот смотрите, они сегодня сравняются по победам с Россией на какой ноте. На какой просто душераздирающей для нас разницу в счете. 10 минут до конца матча теперь уже никаких, естественно, трактовок тут быть не может. Ни о каком овертайме речи нет. Да, дополнительно времени ничего не идет. Куртович. Арнсен мяч теряет. Нет, убирает его. Мерк команду своими игроками. Она сейчас по центру задней линии. Арнсен бьет. Попадает в блок Макеевой. Контратака. Моногаров убегает и не забивает. И смыкается рука с ногой. Где-то на уровне уха у Карри Олвик Гримсбер. И тут же рядочком с этой ногой находилась и Моногарова. Давай посмотрим повтор. Зачем она так прыгала вдоль? И вот тут Гримсбер. Куда бросать? Куда бросать? Поталось облетать вратаря. Не облетело, что же. Да, многого нам сегодня не хватает. И хладнокровие, и командных действий. Может быть, много перечислять. Я помню, был прямым свидетелем, комментировал с места полуфинальный матч чемпионата мира в Китае в 2009 году. Как раз Россия Норвегию обыграла и обыграла с разницей 28-20, как сейчас помню. И тогда вот прям вот гордость была такая комментаторская за то, что наши девушки позволили забить соперницам всего 20 мячей. В Норвегии 20 мячей – это мизер и так далее, и так далее. Что сегодня позволит нам норвежке, мы узнаем очень скоро, но явно это будет даже не 20. Дмитрия, она хочет его, тапал центру таким мягким броском, рядом при кирку со штанги, забивает. Наш капитан, 14-й мяч. Да, хорошо показало, что будет делать передачу вправо. Сама шаг вперед и тут же бросок без замаха. Ну вот, посмотри, Норвегия без Мёрк. Ну теперь-то можно и без Мёрк, и без Офтедал, и без Кристиан. Нет, Офтедаль. Можно и молодежную сборную выпускать. Офтедаль по центру располагается, она осталась на площадке в атаке. Куртович бьет. Уфкина играет надежно. Но с мячом в атаке остается норвежская сборная. Куртович на Офтедаль. Арнцен, Офтедаль. Куртович Арнцен, она будет бить. Нет, еще передача. Как они здорово дергают нашу защиту, да? Стина Офтедаль. Одна передача, другая, следующая. И вот, пожалуйста, Офтедаль. Из-под игрока, из-под Дмитриевой в ближний. Офтедаль на угол попадает. Ну и могут уже, конечно, позволить себе дурачиться норвежки. Они это умеют. Умеют и радоваться победам уже по итогам. Да и просто получать удовольствие по ходу хорошо складывающихся для них игр. Ну и посмотрите, в такой игре с таким кошмаром в атаке лучшим бомбардиром становится Анна Кочетова. Целый набор ее фирменных бросков, которые, конечно, мы очень хорошо помним по многолетним выступлениям в Многоградском Динамо в лиге чемпионов. И однажды этот клуб даже в финале четырех играл. А сегодня Анна Кочетова с пятью мячами точно совершенно будет лучше. Офтедаль. Арнцен. Куртович. Арнцен. Куртович. Настойчиво-настойчиво. Норвежки ищут дырки в нашей обороне. Бросок в штампу отскакивает мяч прямо к Херен. Ну и расставится обратно. И продолжается норвежская атака, да. Они с удовольствием длят свое время в атаке. Никуда категорически не торопятся. Хайди летит вновь у них в линии. Куртович. Это удар по лицу. И тут, может быть, кстати говоря, и побольше. Прямая красная карточка? Боже. Ну нет. Я думаю, что ограничиться двухминутным штрафом. Все-таки это не так явно. Нет, по лицу и не было. Да, там в шею попала соперница. Две минуты удаления. И, конечно, максимум, что могло быть. Что три филов. Желтый. Ну, две минуты. Легоний Васильевич получил. А, нет, две минуты тогда за замену. Да, да. Неправильно. Замена. Сейчас желтая карточка. В меньшинстве остается российская сборная. По-моему, норвежки сегодня не удаляли. Да, у нас. Ни разу. Только что был теннисный счет. Мотобло меняет. Его немедленно, буквально в две передачи все разыграв. Стин и Брэдл Офтедаль. Капитан норвежской сборной. Вот это трио, кстати. Мёрк, Офтедаль, Кристиансен дебютировали, соответственно, в возрасте 18. Кристиансен было 19. Офтедаль, Мёрк, 18, да. Офтедаль тоже 18. Кристиансен 19. В свое время Тарел Георгейерсон в 2010 году привлек их в сборную. Когда норвежки выиграли чемпионат Европы. Ну, это очень похоже на дебюты тех же Вяхеревой, Дмитриевой и Ведехиной в сборной России. Но только они чуть-чуть попозже. Себя попробовали на 100-м высоком уровне. Мы знаем, насколько скептически даже по отношению к таким вот звездочкам молодого возраста, Евгений Трифилов относится к переходу из молодежных сборных в основную команду. Ну, и норвежки вновь обороняются достойно. Гримсби отражает мяч. Здесь будет пенальти. И две минуты удаления тоже вполне могут быть для Юлии Моногаровой. Она показывает, что в мяч она играла. Вот как она рванула мяч вместе с рукой. Нет, удаления все-таки не будет. Ну, а пенальти Аманда Куртович пробьет. У нас среди прочих замен появляется Екатерина Маклашова. Дозаявленная к плей-офф после группового этапа. Екатерина Маклашова воспитывается Астраханского. Дамбола сейчас она играет у Трифилова в Краснодарской Кубани. Своё игровое время на площадке получает она. В линию. В линию на своё место входит. Наша по-прежнему в меньшинстве. Вяхерева, Кочетова, Ильина. Ильина то ли на левом полусреднем, то ли на левом краю. Но пока в меньшинстве тут за две позиции отвечает Кочетова. Вяхерева нет возможности ни атаковать, ни в линию просунок передачи. Ничего не получается. Абсолютно ничего. Поднимают руки французские арбитры. Бросок. Ну, почти. У вратаря чуть-чуть переместилось вправо в Гримсбер. И их процент вполне будет соответствовать тому, что он работал за почти 50 минут. Да, пробует опять своим коронным приёмом поразить народа норвежской сборной. Анна Кочетова не получилась на сей раз. Мы в полном составе. Меньше четырёх минут играть до окончания поединка. Одну и четвёртую финала. Лёки нарушает правила в атаке. Моногаров устремляется вперёд. Там падает ещё Анцен. Облегчая задачу Моногаровой реализовать эту контратаку, воплотить её в гул. К сожалению, таких моментов в сегодняшней игре очень мало в исполнении российской сборной. Чаще контратаки организовывали на наши ворота норвежки. Ну, давайте уж сейчас говорить про Моногарова. Успомним, что этому человеку весной 2016 года маю российский паспорт, украинка, уражёнка кривого рога. И за сборную Украины в совсем юном возрасте успела сыграть на двух чемпионатах мира. В 2007 ещё и в 2009 году. В 2007 году ещё и 20 не было. Чемпионаты Европы два провела. Вывела Украину через квалификацию в 2014 году на чемпионате Европы. И только потом задумалась о смене гражданства. Трёхлетний карантин отсидела, согласно правилам Международной Федерации. И вот это первый для неё большой турнир. Юлия Моногарова один из, несомненно, лучших игроков на своей позиции правого края в мире даже. Вот ещё сейчас был характерный эпизод, говоривший о том, что физически норвежки сегодня готовы лучше. Вот они мяч потеряли и как дружно они вернулись назад. Вроде бы наш козырь, один из наших козырей, это контратака, да? И она сегодня практически не получается у нас. За редким-редким исключением. Ну, вспомним, да, недавний момент с выходом 1 на 1 на Моногаровой. А так ничего и не было. Ильина бьёт, и мяч от ноги. Гринсбёрл залетает в ворота. Да, ещё раз повтор этого эпизода. Бросок, да, неприятный был для воротаря, в первую очередь. Вроде бы ты отбиваешь, а мяч всё-таки предательский оказывается у тебя за спиной. Замена пошли и у Норвегии, даёт поиграть тарелу Хергейрсон игрокам, которые в основном находятся на скамеечке запасных, в частности, в 18-м номеру Эмилии Кристенсен. Меньше двух минут Кочетова сама идёт вперёд, показывает, что отдаст нам Атлашова сама передачу Дмитриевой. Так, врезается в игрока, свистит свисток, фол в атаке. Здесь уже ситуация. Выход 1 на 1 около наших ворот. Хайгельдокин перекинул, вроде бы, Уткину, но угодила в каркас ворот. Девушки, родненькие, одна только просьба. Давайте без антирекордов. Антирекорд по разнице мячей в одной игре на чемпионате мира был установлен в 2011 году. Счёт 36-20. Соперник сборная Бразилии. Вот сейчас 16 мячей мы проигрываем. Давайте не будем проигрывать больше. Пожалуйста. Такой, вроде бы, замаскированный пас Анны Кочетовой нам в Томашову. Адресата не находит. Мы ошибаемся опять впереди. Опять контратака на наши ворота. И 33-й мяч влетает. Бьётся. Бьётся. Обыгрывает Дарья Дмитриева. Но мяч этот не считают. Судьи дают только 9-метровый. Обороняется против Дмитриевой. Вильде Инстаг. Тоже игрок в глубоком скамейке в норвежской команде. Штанга ещё за Гримсбер. Подбор. И последняя атака будет у норвежской команды. Ликует, естественно, норвежская публика на трибунах. Отбивает мяч Уткина. А подобрать, увы, Вяхерева не может. Ну и тут же Херем, получив мяч, отдаёт его Лёке. И 34-17. Норвежский ликует. Ну, безусловно, они сегодня здорово отыграли. Чего не скажешь про нашу сборную. Ну, ещё, получается, накликал я антирекорд. Он всё-таки состоялся. Мало того, что двукратное преимущество в счёте соперницы, мы получаем минус 17 в одной конкретной игре на Чемпионате мира. Ну, рискнул предположить, и у ваших комментаторов в том числе, вот такого провала в игре сборной России никто не ожидал. Конечно же, Евгений Крефилов со своими помощниками будет искать причины того, что сегодня случилось здесь, на площадке. Почему мы вдруг оказались несостоятельными против норвежской сборной, хотя разгрома, по идее, ничего не должно было предвещать.